Мы находимся в Новосибирске на местном стадионе «Спартак». Именно здесь будет сыгран финал Кубка Сибири «Темп против Байкала». В новейшей истории команда из Алтайского края, а в нашем случае это «Темп», будет впервые играть в финале Кубка Сибири. Но если мы с вами углубимся в историю, то 46 лет назад тот самый легендарный «Темп» уже играл в трех финалах. Правда, в этих матчах были все поражения, но в 1975 году из-за дисквалификации Рубцовского торпеда кубок достался «Темпу». А достанется ли кубок Барнаульскому «Темпу» в этом году – вопрос волновал многих. Особенно болельщиков алтайской команды, которые вместе с игроками приехали в Новосибирск, чтобы зарядить футболистов на победу. Не во всех профессиональных командах приезжают люди и болеют. Хочется им огромное спасибо сказать. И я вот ребятам сказал, говорю, что вы делаете? Вы заставляете людей приезжать, болеть за вас. И те, кто не поехали, я уверен, что они пожалели, пропустили такие эмоции. Это просто непередаваемые эмоции. И под крики своих болельщиков «Темп» отправился за Кубком Сибири. Начало матча выдалось комканным, что у тех, что у других. Правда, в первом тайме «Темп» гол забил, но его не засчитали. После этого момента команды обменивались обоюдными ударами по воротам. И ничейный счет продержался до 76-й минуты. Именно тогда игрок «Байкала» дальним выстрелом поразил ворота Антона Трубина. 14 минут до конца матча. Но не будем забывать, что это финал Кубка. А значит, без драматичного сценария игры нам не обойтись. Когда «Байкал» почувствовал вкус победы, темп всеми силами бросился вперед. И за две минуты до финального свистка игрок барнаульской команды Антон Киселев делает мастерскую подачу штрафную. После которой мяч попадает в руку защитника и арбитр назначает пенальти. 1-1 и команды отправились в дополнительное время. Там футболисты соорудили пару моментов, но золотая 103-я минута в истории темпа сохранится навсегда. Последние минуты были самыми долгими для барнаульской команды. Темп мог сделать счет 3-1, но Роман Сычев не смог забить с 11-метровой отметки. А «Байкал» почти забил со штрафного. Но феноменальная игра вратаря темпа Антона Трубина оставила счет 2-1. Не знаю, если честно, я сейчас пытаюсь вспомнить, как отбил этот мяч. Не могу сообразить, как это случилось. Потому что, ну не знаю, все в голове как-то мутно. И как-то прыгнул, отбил. Хорошо, слава Господи, что не забили. Это и был последний шанс «Байкала» зацепиться за игру. Чем они не воспользовались. Как итог, темп выигрывает Кубок Сибири. Тяжелая, но такая важная победа для барнаульской дружины. Темп впервые в своей пока еще короткой клубной истории завоевал престижный трофей. Тяжело, тяжело. Оказывается, игрокам было намного легче, чем тренерам. Поэтому за этот год много пережили вместе с командой. Вся та работа, которая была 7 месяцев проделана, она не зря. Где-то нам немножко сегодня повезло в концовке матча. Но я думаю, везет не просто так. Я видел, как ребята работали все эти 7 месяцев. Выкладывались. И где-то нам должно было повезти. Теперь команду ждет заслуженный отдых. А победа в Кубке Сибири дает право барнаульской команде сыграть в следующем году в Кубке России. Тем самым темп большими шагами идет к профессиональному футболу. К своей мечте. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.